Около 150 нелегальных гостиниц и хостелов обнаружили в столице. Большинство так называемых тайных отелей существуют в обычных жилых домах. При этом, как выяснилось, никакие санитарные нормы или даже элементарные нормы безопасности там не соблюдаются. Не говоря уж о том, что постояльцы таких подпольных гостиниц официально нигде не регистрируются. Кто живет в нелегальных хостелах и почему их не закрывают? На эту тему специальный репортаж Андрея Романова. Эти колоритные туристы поселились в хостеле вчера вечером. В Москву прибыли из Германии. По крайней мере, так представила приятелей девушка-администратор. Правда, по-немецки гости мини-отеля, как выяснилось, не говорят. На жестах объяснили, мол, родом из Боливии и давно мечтали побывать в России. Это разбитая ксерокопия с темными силуэтами. Вместо фотографий все, что знают в хостеле о гостях из Южной Америки. Администратор оправдывается, мол, ксерокс-барахлит и копии паспортов не получились. Правда, при детальном осмотре бумаг становится ясно, с чего боливийцы вдруг стали немцами. На размытых изображениях документы, которые принадлежат жителям Германии. Кому конкретно не разобрать. Понятно, что этих людей потом найти будет нереально. После мучительных размышлений и долгих телефонных переговоров нашлись и сведения о гостях из Боливии. Правда, уже в другом хостеле. Они приехали вчера, 7-го числа, и в Сибири жили сутки. И там копии сделали паспортов, а потом сюда они приездили. Но забрать мы должны копии. А, ну то есть у вас их нет? Ну да, у нас фактически нет. Естественно, о договорах с гостями не было и речи, никаких подписей и гарантий. Только копии паспортов, которые снимали на неисправном ксероксе, заманивали постояльцев хорошей географией. Был центр Москвы, уникальная архитектура. Плюсов было столько, что об элементарной чистоте в хостеле никто и не заботился. На кухне в этом хостеле очень грязно. Вот такие ржавые потеки от воды. Вот здесь тоже. Но самое интересное находится вот за этой дверью. В комнате без элементарного косметического ремонта хранится инвентарь для уборки. И грязное белье в пакетах. Антенсанитария полнейшая. Зато, судя по рекламному счету, видно кремль из окна. Правда, к окну не подобраться. Хостелы вообще не предполагают особого комфорта. Жить в таких мини-отелях примерно, как путешествовать к плацкартам в Магоне. В каждой комнате от 8 до 16 соседей. Двухъярусные койки. Но клиентов это не пугает. Хостелы прочно заняли свою нишу в бизнесе. Цена вопроса в российских мини-отелях от 150 до 500 рублей за ночь. Удобства минимальные. За эти деньги можно получить спальное место, общий санузел и кухню. Сохранность личных вещей и здоровья обычно забота самих постояльцев. Каждый день в Москве открываются от 1 до 5 таких хостелов. Большинство в многоэтажках без отдельного входа. Мини-отелей, которые работают по всем правилам, единицы. Международные порталы бронирования выдают около 350 хостелов в Москве. Но я думаю, что это не всё. Общее количество адресов, которые используются в Москве, 15 тысяч. Подпольные хостелы в столице выявляют каждый день. Вот и сегодня сотрудники Басманной прокуратуры отправились в очередной рейд. Слово, основная угроза от таких мини-отелей заключается вовсе не в грязной конкуренции с большими гостиницами. Заселиться в такую гостиницу можно без документов. А значит, вместе с обычными студентами, которые любят путешествовать, получить место в хостеле, может гражданин с непрозрачными намерениями. Для правоохранительных органов он останется в тени. Хостел, откуда якобы недавно съехали боливийцы, судя по всему, один из таких. Это потому, что отдельного входа у мини-гостиницы нет. Хозяевам бизнеса это не важно, как о соблюдении элементарных санитарных норм. Была бы прибыль. Здесь даже посуда для всех общая. В таких местах, подтверждают врачи, можно поймать целый букет весьма серьезных заболеваний. Повезет, если они окажутся не опасными для жизни. Это прежде всего весь спектр заболеваний контактных, таких как чесотка, педикулез. Ну и заболеваний, которые относятся к кишечной группе инфекционных заболеваний. Это и банальная, скажем, дизентерия, и весь спектр острых кишечных инфекций. Исправлять ситуацию взялись депутаты Госдумы. В ближайшее время по инициативе парламентария в жилищный кодекс пополнится еще одним пунктом. Хостел можно будет открыть только на первом этаже и при условии, что у него будет отдельный вход. Для гостиничного бизнеса это, безусловно, удар, но скорее отрезвляющий. Многие мини-отели сейчас работают откровенно грязно. Постояльцев не учитывают, мини-соседей не спрашивают, платят ли налоги владельцы такого бизнеса. Большой вопрос. Новые поправки, которые зреют в Госдуме, станут чем-то вроде инструмента для генеральной чистки города от неопрятных хостелов. Мы в первом чтении приняли поправки в жилищный кодекс. Причем они были достаточно либеральные, потому что они не запрещали хостелы вообще в многоквартирных домах. Но, безусловно, требовали, чтобы хостелы не возникали в жилых помещениях. То есть это должно быть не жилое помещение, как правило, это первый этаж с отдельным входом. Рассмотреть поправки во втором и третьем чтении депутаты планируют до конца весенней сессии. Но решит ли гарантированно это проблему? Спрос на эконом-гостиницы остается. И недобросовестные предприниматели наверняка будут искать новые способы обойти законы. Андрей Романов, Вадим Савин и Степан Никулин. Вести. Дежурная часть. Продолжение следует... Продолжение следует...